Наверное, каждый третий комментарий или вопрос у нас на канале имеет примерно такую суть. Что делать, если по ночам кто-то кусает, но днем насекомых не находим? Кровать разбирали, диван открывали, а клопов не видим. Кто еще кроме клопов может кусать? А если это клопы, то они не могут прятаться в квартире, так что мы их не находим. Вот отвечаем. Вот это московская квартира возле метро Коломенской. Здесь Олег разобрал кровать, в которой доски об решетке были не просто прикручены к каркасу саморезами, а фиксировались в специальных пластиковых креплениях. Именно в этих креплениях и удалось найти клопов. Вот пожалуйста. Согласитесь, что может быть укромнее и надежнее для клопов, чем вот такие вот щели между доской и пластиковой рамой? Это максимально безопасное место для насекомых. Именно потому, что вы в такие пластиковые крепления, скорее всего, и не загрянете. И вы их даже не снимете и доски из них не вытащите, когда будете осматривать кровать. А значит клопов вы не найдете и не понравите их там. Обратите еще внимание на такую вещь. Доски об решетке очень чистые. На них очень мало экскрементов, вот этих вот черных маленьких точек, которые обычно остаются от клопов и обнаруживаются даже раньше, чем сами спрятавшиеся клопы. Откровенные такие пятна от этих фикавий находятся именно на краях досок, в тех местах, которыми доски входят в крепления. И скорее всего, заражение этой квартиры произошло относительно недавно, может быть несколько месяцев назад. И клопы еще не успели размножиться в больших количествах и загадить весь каркас кровати. Но все же основные следы активности клопов тоже хорошо скрыты от беглого взгляда. Это важно потому, что если вы просто снимете матрас и посмотрите на эту решетку, то вы не увидите на ней клопов, потому что все они находятся в этих самых креплениях, хорошо спрятавшиеся. И возможно даже не увидите следов их жизнедеятельности. А потом тоже напишите нам комментарий к какому-нибудь видео и будете спрашивать, как это так, что вас по ночам кусают, а клопов вы не находите. Вот в такой ситуации это и происходит. И учтите еще такой момент, что даже если вы найдете клопов где-то просто на каркасе, но обрешетку из этих креплений не вытащите, доски обрешетки не вытащите из этих пластиковых креплений, а просто обработаете все доски сверху средством, то препарат не попадет напрямую на клопов, которые спрятались именно в этих креплениях. И останется только на досках. Часть клопов, конечно, потом погибнет от контакта с этим сухим средством, но часть сможет выжить. И практика дизайн-секторов показывает, что чем больше клопов удается опрыскать средством напрямую, тем больше вероятно, что все они подохнут после первой же обработки. Эти клопы в этих креплениях обрешетки еще раз подтверждают прописную дизайн-секторскую истину. Кровать или диван перед уничтожением клопов и до полного уничтожения клопов нужно разбирать полностью. Не только снять матрас и не только открыть ящик дивана, а полностью разобрать все детали, открутить все элементы крепежа так, чтобы ваша кровать по сути по частям лежала перед вами на полу. В этом случае вам будет совершенно очевидно, где у вас прячутся клопы, сколько их и где конкретно нужно опрыскивать средством, чтобы их потребить. И зная это, вы еще и сможете проконтролировать работу дизайн-сектора, которого вы вызовете к себе в квартиру, если решитесь вызывать профессионала. Если дизайн-сектор кровать или диван не разбирает, клопов не ищет, то стоит задуматься, работает ли он вообще и стоит ли ему платить деньги. Здесь на этой квартире в районе метро Коломенской Олег в 40 минут разбирал кровать, двигал мебель и снимал принтусы. И потом 35 минут проводил обработку. То есть на поиск клопов и обследование помещения у него шло больше времени, чем на саму дизайн-секцию. Это правильно. Так и должно быть, а только так можно гарантировать полное выведение клопов. Если дизайн-сектор кровати не разбирает и клопов не ищет, значит ему по большому счету плевать на результат самой обработки, и ему нужно лишь поскорее получить от вас деньги и умчаться на следующую обработку, чтобы побольше заработать за один день. Так что делайте выводы, разбирайте кровати, либо вызывайте дизайн-сектора, который ее разберет, и смотрите как он это делает. И только после этого рассчитывайте на полное выведение клопов в вашей квартире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова